Всем привет! Как меня слышно? Значит, с вами Ярослава Награмакина. Сегодня... Сегодня меня попросили сделать аудит странички. Аудит странички. Ольга. Ольга Айтуганова. Как звучал у нас вопрос? Друзья, прошу вашей помощи в настройке и оптимизации моей странички. От вас для меня важны замечания, что необходимо скорректировать или измерить на страничке. Каков ваше первое впечатление по принципу 5 секунд? Привлекает ли внимание? Примите, пожалуйста, участие в вопросе. Напишите в комментариях к этой публикации свои замечания. Хорошо. Я периодически провожу аудит различных страниц. Чаще это группа, но бывают и личные профили пользователей. Итак, давайте посмотрим. Правило 5 секунд. На первый взгляд, что бы я сказала. Видно, что фотография хорошая, качественная. Она такая четкая, без размытия. Возможно, делалась на хорошую камеру. Возможно, даже постановочная. Да, вот это все воротничок. Причёска у девушки присутствует, макияж, поза определенная. Но сразу скажу, что мне не нравится в этой фотографии сразу. Чёрный цвет. Если вы когда-нибудь проходили курсы, например, по формированию образа для социальных сетей, как должна выглядеть инфобизнесвумен, наверное, вы знаете, что в 95% случаев чёрный цвет женщинам не подходит. Если вы, конечно, не Моника Белуччи, и у вас прям характерный, прихарактерный тип зима. Зима, конечно, встречается очень часто среди девушек, но всё-таки чёрный цвет, с ним нужно быть осторожнее. Когда речь идёт о социальных сетях, чёрный цвет у нас всё равно траурный цвет, и есть очень много для него альтернатив. Это тёмно-синий, тёмно-зелёный, тёмно-бордовый, насыщенные такие, в смысле, очень-очень тёмные, что мне кажется, что чёрный, но не чёрный цвет. Мне чёрный цвет здесь не нравится. Вот. Так, взгляд, в принципе, взгляд как будто в камеру, да. Давайте посмотрим фотографию поближе. Да, взгляд в камеру, это хорошо. Так. Некоторые вообще не рекомендуют на аватарке, чтобы рука была около лица. В принципе, мне кажется, смотрится нормально. Хотя я слышала, что вот возле лица лучше не держать. Ага. Пёстрый задний фон. Во-первых, мы видим смешение двух разных фактур. Здесь, видимо, гладкое что-то, здесь рельефное. Кажется достаточно пёстрым. Для задников на аватарке лучше использовать какой-то однотонный фон. Так, хорошо. Смотрим сразу следующий статус. Даже на первый взгляд видно, что он перегружен эмоджами, да. То есть смайликами, так называемые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь смайликов на буквально две строчки. Если вы хоть раз настаивали таргетированную рекламу, то знайте, что если вот в таком огромнейшем, огромнейшем посте, если встречается хотя бы шесть смайликов, его не пропустят для рекламы. Для таргетинга, для коммерческой рекламы такой пост не допустят, потому что максимальное количество на огромнейший пост – это шесть смайликов. Тут на две строчки семь я бы убрала. Так, однотипные фотографии на главной странице. Вот, первый фотографий, сертификат, ну, как бы, я бы ее тоже убрала, если он вам так важен, он прям такой супер-классный. Можете оставить, но, не знаю, я бы убрала. Вот вторая фотография и третья, да, если вот так вот закроете, первую и четвертую, они как будто однотипные, просто отзеркаленные. Здесь так, здесь так. Для фотографий, которые у вас расположены именно вот в этом блоке, первых четыре фотографии, которые видно всем, кто заходит на вашу страничку, нужно брать самые интересные, самые качественные ваши фотографии. Так, запись закреплена, это хорошо. Я смотрю, у вас запись закреплена, это перепост с группы. Ну, понятно, что вы привлекаете внимание к группе, да, чтобы люди переходили, вступали. Я смотрю, что у вас в группе и на своей собственной странице один и тот же аватар. Я бы крайне не рекомендовала этого делать. Люди начинают путаться. Иногда им приходят сообщения от вас, допустим, да, а потом от вашей группы. И это очень неудобно. Если есть такая возможность, все-таки картинки на вашем личном профиле и в вашей группе должны быть разными. Я заметила у вас такой определенный стиль. Это хорошо. Многие фотографии сделаны именно, да, такой круглой обрезки. Контент мне нравится. Контент разнообразный. Значит, вот здесь у нас был обычный пост. Ну, первый закреп, это понятно, да, приглашение, знакомство. Значит, посты идут. Потом идет пост с опросом. Я, кстати, тут участвовала. Фотографии хорошие, интересные. Конечно, нам постоянно все твердят, что контакт – это горизонтальный формат, вертикальный формат – это Инстаграм. А сейчас все-таки в контакте, допустим, используем квадратного формата. Хотя я тоже использую и вертикальный формат тоже. Ну, вот это некоторые не рекомендуют. Доброго дня, друзья. У меня была такая же ошибка. Я однажды начала свой текст «Доброго дня, друзья». Но у меня как раз в друзьях ВКонтакте очень много копирайтеров, правщиков текстов, и мне сразу указали на ошибку. Такое выражение, как «доброго дня», существует. То есть оно считается неправильным. Есть выражение «добрый день». Добрый вечер. Вы, конечно, можете сказать «Друзья, хочу вам пожелать доброго дня». Вот тогда, да, можно. Но как приветствование, это считается неправильным. Добрый день. Доброго времени суток. Ой, ну, боже мой. Ладно. Конечно, у каждого свое видение. Просто однажды я встречала целую лекцию по поводу доброго времени суток. И хочу сказать, что там говорилось о том, что насколько нужно не уважать себя, чтобы поприветствовать людей доброго времени суток. То есть вы пытаетесь подстроить цепат всех. Пишите так, как есть у вас. Добрый день, так добрый день. Добрый вечер, добрый вечер. Доброе время суток – это уже какое-то избитое клише. Его нужно стараться не употреблять. Могу сказать, что очень мне нравится, что посты все уникальные, свои. Как я посмотрю, они выходят ежедневно. В остальном, в принципе, и контент разнообразный. Мне нравится. Так, еще пройдемся по профилю самому. День рождения указан, город, семейное положение. Это все правильно. Это все правильно. Место работы. Кубсайт. Скайп. Здесь, в принципе, все в порядке. Хотя я бы, знаете, я бы убрала политические предпочтения, коммунистические. Все дело в том, что вы, все равно же, страничка у вас такая коммерческого плана, чтобы продавать. Есть очень много таких, знаете, религиозных фанатиков, а политических фанатиков в том числе, которые, если они, допустим, единороссы, они прямо вообще коммунистов не любят. И наоборот. Политическое предпочтение я бы вскрыла. Это ваше предпочтение. Пусть оно останется у вас в уши в сердце. Так. Что еще есть? Значит, так, друзья, общие друзья. Друзья обычно. В друзьях очень важно, чтобы не было так называемых собачьих. Ну, на первый взгляд, я не вижу. Значит, все-таки страницу чистить некоторые. Прямо зайдешь, у них все собаками забито. Если они есть, нужно... Так, продолжаем разговор. Собачек нету, это очень хорошо. Интересно, страница 257. Конечно, очень часто мы вступаем друг другу в группы, чтобы поддержать, да, чтобы наполнить группы. Но я считаю, что 257 это очень много. Обычно рекомендуют вообще, что чем меньше, тем лучше, но до 40 хотя бы. Посмотрите те группы, которые вам, может быть, не нужны в ближайшее время. Все-таки стоит от них подписаться. Это все уводит трафик. Ну, и... Когда вот так вот много, 257, но вообще смотрится как спам. Три фотоальбома. Фотографии, номер, фото, вышка. Товары, фото для работы. Нормально. В принципе, есть все нормально. Видеозаписи. Видеозаписи я бы, конечно, вам порекомендовала, чтобы были именно лично ваши. Вот где видно, да, что это ваше. Это хорошо. Где все подряд. Музыка. Уроки по рекламе. Женские секреты. Что-то каша пошла. Биткоин. Криптовалюта. Через 10 лет выполнила обещания. Хорошие родители. Приложения для сообществ. Рок, зебра. Ну, все в одну кучу. Есть такие видео, которые у меня тоже бывают очень дорогие. Я не хочу их потерять. Тогда я начинаю пользоваться вот такой штукой. Я ищу себя же. Сама собой вступаю в переписку и отправляю то, что мне нужно. Если у вас есть такая возможность, то тоже сделайте. Потому что, я думаю, это в любом случае лучше, чем... Вот так вот иметь целую кучу непонятно каких видео. Либо уж как-то рассортировать. Я вижу, у вас, видимо, скрыт блок подарков. Многие рекомендуют их скрывать. Скрыт блок музыки. Тоже это правильно. В остальном со страницей все в порядке. Желаю вам дальнейших успехов. Субтитры создавал DimaTorzok